Глава четвертая. Мечты утрачены, действительность глумится. В продолжении двух дней Кэрри предавалась необузданным мечтаниям. В воображении она окунулась во все те удовольствия и развлечения, которые были бы ей доступны, случись ей родиться богатой. Быстро и не задумываясь, она уже во все стороны разбросала щедрой рукой свои скудные 4,5 доллара в неделю. Кэрри не жалела денег и быстро делала свой выбор. В те часы перед окном, когда она сидела в качалке у окна, любуясь освещенными улицами, будущий заработок прокладывал своей обладательнице дорогу ко всем утехам и безделушкам, какие только может пожелать женское сердце. «И начнется чудесная жизнь», — мечтала Кэрри. Ее сестра Минни была далека от этих неукротимых полетов фантазии, которые доступны всевозможной радости жизни. Жена Гансона была слишком занята мытьем пола в кухне и размышлениями над тем, что можно купить на 80 центов, которые она могла истратить на воскресный обед. Когда Кэрри вернулась домой, возбужденная первой своей удачей и готовая, несмотря на усталость, без конца обсуждать интересные подробности своих скитаний, завершившихся таким успехом, Минни лишь одобрительно улыбнулась и спросила, сколько из ее заработка уйдет на проезд. Хотя Кэрри упустила из виду это соображение, оно не могло надолго охладить ее пыл. Девушка была счастлива. Она находилась в том настроении, которое позволяет вычитать одну сумму из другой без заметного ущерба для последней. Гансон вернулся домой в семь часов вечера. Он был немного не в духе, как всегда перед обедом. Это обычно проявлялось не столько в его тоне или словах, сколько в его манере безмолвно с хмурым видом ходить из комнаты в комнату. У него были желтые войлочные туфли, и, вернувшись домой, он тотчас же с наслаждением надевал их вместо тяжелых башмаков. Затем мыл лицо куском простого стирального мыла. И так тер кожу, что она становилась пунцовой и лоснящейся. В этом и заключались все его приготовления к вечерней трапезе. А потом он брал газету и в глубоком молчании принимался читать. Мрачное настроение у человека еще молодого неприятно подействовало на Керри. Оно действовало, как водится, и на всю домашнюю атмосферу. И угнетало жену, которая не решалась сказать ему ни слова, боясь, что ответом будет молчание. Когда Гансон узнал об удаче Керри, лицо его несколько прояснилось. — Однако ты не теряла времени зря! — заметил он, и при этом даже слегка улыбнулся. — Конечно! — с оттенком гордости отозвалась Керри. Гансон задал еще один-два вопроса, а потом стал играть с ребенком. И не возвращался к этой теме до тех пор, пока она вновь не была затронута за столом его женой. Но не так-то просто было заставить Керри проникнуться настроением, которое царило в семье. — Кажется, это очень крупная фирма, — сказала она. — Огромные зеркальные стекла и уйма служащих. Джентльмен, с которым я говорила, сказал, что они нанимают очень много народу. — Теперь не так уж трудно получить работу, если только у человека приличный вид, — вставил Гансон. Минни тоже несколько оттаяла, согретая радостным настроением Керри и необычной разговорчивостью мужа. И начала рассказывать сестре о достопримечательностях Чикаго. Вернее, о том, что может видеть каждый без всяких затрат. — Тебе интересно будет посмотреть Мичигана Веню? Там такие красивые дома, и вся улица такая красивая? — А где находится театр Джейкобса? — прервала ее Керри. Это был один из театров, в котором ставились мелодрамы. — Не очень далеко отсюда, — ответила ей сестра. — Вернее, даже совсем близко, на Холстед-стрит. — Вот бы пойти в этот театр. Я ведь, кажется, проходила сегодня по Холстед-стрит. Вместо ответа на самый, казалось бы, естественный вопрос последовала маленькая заминка. Мысли человека удивительно окрашивают все его действия. Стоило упомянуть о театре, как настроение за столом тотчас омрачилось. В этом сказалось безмолвное неодобрение всего, что влечет за собой утрату денег. И Гансен, и Минни оба одновременно подумали об этом. Последняя ответила — да. Но Кэрри сразу почувствовала, что посещение театров здесь не поощряется. Разговор на эту тему не возобновлялся до тех пор, пока Гансен, покончив с едой, не ушел в другую комнату, захватив с собой газету. Сестры принялись мыть посуду. Оставшись одни, они заговорили свободнее. И Кэрри, то и дело прерывая беседу, начинала тихонько напевать. — Хорошо бы сейчас пройтись немного по городу и взглянуть на Холстед-стрит, если это не очень далеко. Вскоре сказала она. — Давайте сходим сегодня в театр. — Ну, вряд ли Свен захочет куда-нибудь идти, — возразила Минни. Ему нужно рано вставать. — Но он едва ли будет против, ведь это доставит ему удовольствие. — Нет, он не очень любит ходить по театрам. — А мне хотелось бы пойти, — сказала Кэрри. — Давай пойдем вдвоем. Минни задумалась. — Не о том, пойдет ли она. На этот вопрос у нее уже был готов отрицательный ответ. А о том, как бы направить мысли сестры по другому руслу. — Как-нибудь в другой раз, — сказала она, наконец, не придумав ничего лучшего. Кэрри сразу догадалась, в чем тут загвоздка. — У меня есть немного денег, — сказала она. — Пойдем со мною, Минни. Минни покачала головой. — Возьмем мы его с собой, — предложила Кэрри. — Нет. Тихо ответила Минни и загромыхала посудой, чтобы прекратить разговор. — Он не пойдет. Сестры не виделись несколько лет. И за это время в характере Кэрри обнаружилось нечто новое. Она обладала врожденной робостью. Которая проявлялась всякий раз, как ей приходилось бороться за свое благополучие. А тем более в тех случаях, когда у нее было недостаточно сил или средств для этой борьбы. Но она страстно тянулась ко всем развлечениям и удовольствиям, и это было одно из основных черт ее характера. Она могла уступить в чем угодно, только не в этом. — Но спроси его. — Умоляюще прошептала она. А Минни думала о той прибавке к бюджету, которую даст им заработок сестры. Эти деньги пойдут на оплату квартиры. Ей не так тяжело будет каждый раз заводить с мужем разговор о расходах. Но раз Керри уже сейчас начинает гнаться за развлечениями, то, пожалуй, пустит на ветер все свои денежки. Если сестра не захочет подчиняться раз и навсегда установленному распорядку их повседневной жизни, если она не поймет, что нужно усердно работать, не помышляя ни о каких забавах, тогда какой же прок от того, что она приехала в город? — Несмотря на такие мысли, Минни вовсе не была расчетлива и черства по натуре. Это были серьезные раздумья женщины, которая, даже не слишком сетуя на судьбу, всегда приспособлялась к тем жизненным условиям, какие мог обеспечить ей беспрерывный труд. Наконец, Минни уступила и решилась спросить Гансона. Но сделала она это, скрипя сердце и ничуть не разделяя желания сестры. — Кэрри предлагает нам сходить в театр, — сказала она, заглядывая в комнату, где сидел муж. Оторвавшись от газеты, Гансон обменялся с Минни взглядом, яснее слов говорившим. — Это вовсе не то, чего мы ожидали. — Мне неохота, — отозвался он. — А что она хочет посмотреть? — Ей хочется побывать в театре Джейкобса. Гансон снова уткнулся в газету и отрицательно покачал головой. Увидя, как супруги отнеслись к ее предложению, Кэрри отчетливо поняла, как живут эти люди. Это произвело на нее гнетущее впечатление, но не вызвало решительного протеста. — Я спущусь вниз и постою у подъезда, — сказала она. Минни не стала возражать, и Кэрри, надев шляпу, вышла из квартиры. — Куда ушла Кэрри? — спросил Гансон, который вернулся в столовую, услышав, как хлопнула дверь. — Она сказала, что сойдет вниз и постоит у подъезда, — ответила Минни. — Наверное, ей захотелось просто подышать свежим воздухом. — Куда же это годится? Сразу деньги на театры тратить, а? — Это она, наверное, просто от любопытства, — осмелилась сказать Минни. — Ей все здесь в новинку. — Хм, не знаю. — проворчал Гансон и, слегка нахмурив лоб, направился к ребенку. Он думал о том, сколь тщеславны и расточительны могут быть молодые девушки, и удивлялся, как это Кэрри может даже мечтать о подобных вещах при столь ничтожном заработке.